Здесь всё в стекле, всё в говне, здесь гуляет его ребёнок, играет. ТГК, суки, Вика тоже, сука, и Алёна, сука. Да, они просто накопали здесь ям в каждом дворе, в который, по идее, люди должны скидывать отходы. Детский садик, два периметра безопасности. Что-то раздельный сбор мусора здесь, по-моему, не очень практикуется. Реально, это 19 век. А как вы живёте, воняло, ни окно не открытое, ничего. Ну так живём, так живём. То есть вы 7000 рублей в месяц получаете? Да, кудрявый ты мой, блядь. Когда мы это выложим, всякие пидорасы-говно-хранители, они начнут говорить, зачем вы это снимаете, зачем вы это показываете, это не надо показывать, это не надо снимать. Вот из-за того, что это не показывают, не снимают, это вот здесь вся херня и продолжает. Всем привет. На прошлой неделе я вернулся из Читы, города с настоящей экологической катастрофой. В Чите люди живут буквально на свалках, нечистоты прямо в ведрах выливают за окно. Но в городе настолько всё плохо, что, в принципе, сейчас можно брать какие-нибудь учебники, где пишут про Средние века, описывают все эти ужасы, с которыми сталкивались города Средневековья, Европа, утопающая в помоях. Вот вы сейчас себе это всё дело представили, и этими строчками сегодня можно брать и описывать Читу. Чтобы вы понимали, Чита это не какой-то там захолустный город, это столица Забайкальского края. И здесь сразу нужно ответить людям, которые сейчас начнут писать, что да, ты приехал, но в любом городе России можно найти такое, что же прямо вот так вот Чита настолько плохая и действительно ли там так отвратительно. Друзья, я объехал всю Россию, я был практически во всех регионах, во всех городах. Кто читает меня на Варлам фронт, знает, что куда я только не заезжал, в какие дыры я не забирался, но ни в одном городе России, я вот вам честно говорю, я не видел такого ужаса. До этого в моём рейтинге самых грязных городов России была Махачкала. И действительно, когда я вот несколько раз приезжал в Махачкалу, меня поражало, насколько можно так вот безответственно относиться к бытовому мусору, вот эти локальные свалки там вдоль дорог, на улице, вот эти вот стоят пакеты, но даже в Махачкале по сравнению с Читой относительно чисто. Ну и потом, во-первых, в Махачкале мусор они выбрасывают подальше от своих заборов, он валяется на улицах, не под окнами у людей. Во-вторых, в Махачкале много различных скота, в основном коровы, которые ходят по городу, и они сжирают бытовые отходы, и там по крайней мере не воняют. Ребята, в Чите нету коров, которые бы съедали бытовые отходы, поэтому в Чите плюс ко всему ещё ужасная стоит вонь вокруг всех этих свалок. Здесь я хочу сказать, что ситуация меня очень поразила, не должны люди в России жить в таких условиях, это ненормально. И одна из проблем читинцев в том, что они с этим смирились. Ну то есть ты говоришь, да, и те люди такие говорят, ну мусор и мусор, ну что такого, да, зачем ты это показываешь, зачем ты... Они считают, что когда я показываю их мусор, я над ними как-то издеваюсь, они возмущаются в комментариях. То есть они защищают этот мир, чтобы никто его не потревожил. И во многом это действительно происходит потому, что люди в Чите, они смирились с этим, им кажется, что это нормально, им кажется, что везде так. Ну и вроде вот есть и есть, мы сами это всё знаем. Самый такой распространенный ответ, когда ты говоришь, у вас ад и кошмар. Мы знаем, мы знаем, не надо трогать, это наше, это наше, с этим всё окей. И вы увидите в комментариях к этому ролику, к моим постам, которые сейчас будут выходить, будет много людей, я их называю говнохранители, которые прибегут и начнут защищать вот это вот говно, эту сложившую ситуацию. Сразу предупреждаю, видео получилось длинным, мы специально не стали его сокращать, чтобы вы могли посмотреть вот насколько всё действительно плохо. Это первый ролик, дальше будут ещё остальные, я прошу вас посмотреть его, посмотреть его полностью, потому что это не одна какая-то локальная свалка. Эта ситуация такая по всему городу. По этой же причине не убран мат, заранее извиняюсь, обычно мат запикиваю, но здесь для полноты картины, чтобы вы могли полностью оценить атмосферу, которая сегодня в Чите творится, я не стал убирать мат. Я прошу вас посмотреть полностью этот ролик, прошу вас поставить лайк, написать комментарий, помочь сделать так, чтобы этот ролик вышел в тренды. Потому что я не знаю, что нужно сделать, я не знаю, что нужно сделать, если не привлечь к этому внимание, то так всё и останется. Я не могу поверить, что такая ситуация в России возможна. И меня действительно от этого немножко бомбит, потому что это какой-то кошмар. Приятного просмотра. 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 Считай, что здесь нет людей по какой-то неведомой причине, я даже не понимаю, где все люди. Сегодня вроде воскресенье, уже середина дня, совершенно пустые улицы, даже на рынке не было людей. И как-то немножко боязно. Наверное, какие-то собаки ходят, как медведи маленькие. Вот какой псина идёт, у них две, смотрите. Ты такой, какой мохнатый, как маленький медведь. Так, сразу понятно, где мы оказались. Вова и Макс крутые, ауе. Ауе это арестантский уклад ЕДИН, такая аббревиатура. Теперь мы знаем, что если у нас будет в этом районе какие-то проблемы, будем говорить, что мы знаем Вову и Макса. Они крутые, мне нравится то, что это прямо напротив храма надпись. Здесь вот храм, здесь Вова и Макс крутые, ауе. И качалочка, да. Прямо всё как надо. Деревянные двухэтажные дома, в которых народ живёт. И вот у них в центре почему-то какая-то свалка. Подожди, а это туалеты? Вот это туалет. Это туалет. Ну да, здесь уже помойка. Удивлялись замки на таких сараях, что здесь можно вшивать. Ну, чтобы что-то не украли, а что-то мало ли, что в этом сарае. Какой-то инструмент, наверное, или ещё что-то. Меня смущает куча объявлений о скупке техники, и везде написано, что документы на технику необязательны. Учитывая то, что у меня в рюкзаке ноутбук, камеры и всё остальное, я немножко переживаю, как бы моя техника не отправилась по этим объявлениям. Так, ладно, давай договоримся, что если у меня будут отжимать ноутбук или камеру, камеру в принципе вкусней, а ноутбук отдавать нельзя. Он мусорку фотографирует? Мусорку? Мусорку? А зачем мусорку? А зачем вы это делаете? Просто. Как это просто? Ну просто фотографируют. Ага, сейчас просто фотографируют, потом где-нибудь выставляют. Да вы что? Похерать-то мне надо. Да слушай, ну ведь люди так не очень общительные. Мне кажется, если тебя здесь жил, я бы тоже был не очень общительным. Что, собака сотку съела? Что, деньги ест? Такой вот вход в дома, тоже через мусор. Как в Африке, вот в Африке примерно такая же картина. Прямо вот с забором какие-то канавы, всё завалено мусором. Здесь живёт две семьи, два дома. И вот у них прям, видите, под забором всё завалено мусором. Что, нашли? Да. Всё, хорошо. Ну пока! Довольно интересно. Довольно интересно. У нас что, никто не отобрал камеру? Хотя, как говорят, предпосылки к этому здесь все есть. Меня немножечко смущает, что здесь так относительно грязно. Причём грязно прямо вот у людей, около домов. Хотя, казалось бы, я понимаю, какие-нибудь парки там насранные или ещё где-то на реке, и люди так не ассоциируют пространство со своим и не убирают. Ну, когда у тебя прямо за забором насрано, почему это нельзя убрать? Ну, то есть, вот здесь же люди взяли, убрались, а здесь вот чистенько так, относительно, ну, относительно чисто. Какие-то дома вообще засранные. Так, мы уходим в частный сектор. Мне кажется, в частном секторе нас сожрут собаки. Нам туда не надо. Ты не заметил какие-то собаки? Собаки очень добрые, они похожи на больших добрых медведей. А, вот ещё одна колонка. Здесь можно посмотреть, кстати, на объявления. Обычно вот по этим объявлениям сразу понятно вообще, что здесь происходит. Продам цыплят, утят и перепилят. Выполню сварочные работы. Продам горбыль. Помощь бездонно-локозависимым, наркозависимым. Вот что мне нравится в Чите, тут всё понятно. Смотрите, например, мусор к забору не сваливает. И действительно, к забору мусора никто не сваливает. Мусор сваливает чуть подальше. Поэтому свалку устроили не около забора. То есть, люди понимают, что тут здесь свалка. А что такое? Просто, судя по запаху, здесь все отходы. Просто свалка. И никого она, по-моему, не смущает. Они такой землей иногда присыпают. Видимо, чтобы не сильно воняло. Здесь прям такие уже избы эти. Это одноэтажные, коммунальные дома. Да, здесь такая вот жизнь замерла давным-давно. Ни асфальта, ничего. Видишь, это хорошо, что мы ещё приехали в нормальную погоду. Да, иначе тут такое говнище было бы. Ковёр. Ковёр. Смотри. Ой, ой. Сразу видно, люди солидные. У тебя, кто попал, так вот ездить не будет. Только здесь много всего погорело. Смотри, сколько замков, сколько петель. Это блогеры какие-то? Всё? Да. Блогеры? Да? Да. По-моему, видел где-то ещё. Может быть, да. Как вас в эту дыру занесло? Почему дыру? Уходим, смотрим, да, так просто. Интересно. А я ещё иду, знакомое лицо, где-то что-то видел. Как канал называется? Варламов. О, точно, точно, точно. А тут вот это вот, ну, всё жилые как бы дома, да? Да. Японские бараки. Почему японские? Ну, японцы строили. А вы знаете кого-нибудь оттуда из жильцов? Да. Ну, так. Числично знаю. А можно зайти куда-нибудь и посмотреть вообще как? Я думаю, никто не пустит. Да? Конечно, убожество такое. Понятно. Куда что-то зайти. О чём мусора столько там валяется? Свалки какие-то? Только никому ничего не надо. Никто ничего не убирает. Раз в год приезжают, уберут и всё. Понятно. Заброшенная деревня, короче. Ладно, счастливо. Ну да, то есть вот они сразу вот хоп и здесь что-то сгорело и сразу свалку организуют. Японские бараки. Вот так вот. А мы продолжаем, друзья, исследовать читинские ебеня. Я вам скажу, что здесь прямо как в Сан-Франциско. Такие сопки, виды. Просто потрясающе. Я вообще не понимаю. Мне кажется, Чита очень недооцененный город. Смотрите, здесь виды. Вот люди, особняки на холме стоят. Есть в этом, да, что-то такое волшебное. То есть это не просто ебеня, это ебеня красивые. Мне нравится то, что они берут эти контейнеры, их как-то уменьшают, переваривают до каких-то собачьих будок. Какие-то вагоны. Какой-то такой изобретательный. Злая собака. Здесь какие-то мини-контейнеры делают. Я такие не видел раньше. Вот, а Дима в поисках кадра. Ну что, есть там красота, скажи мне. Мне нравится, как у людей шеи выворачиваются. Потому что понять, что мы здесь забыли, для местного жителя сложно. Кстати, вот за зеленым глухим забором стоит детский садик. Такой детский садик, два периметра безопасности. Чтобы дети сразу привыкали. Чтобы будущее им не казалось ужасным. Не хватает только этих вышек, вышек с воспитателями. Чтобы они могли, надо по периметру поставить такие вышки с прожекторами. И следить, чтобы никто из детского сада не убежал. И дети здесь, на окраине Читы, играют там не в доктора. Они играют в побег в зэков. В общем, весь свалки прямо под окнами жилых домов. Здесь еще как-то убрано. При том, что дом жилой. Вот здесь, например, вот эта квартира, она выселена. А там вон люди живут, он белье сушит. И вот кто-то тут признается в любви. Прости, зайка, прости меня. Я хочу, чтобы ты самая-самая непонятно. Вот, вы мое все, зайка. Ну да, кто-то накосячил. Я вас очень люблю. Что хватает? Стены? Да. Красиво. Признание в любви. Что случилось? Что за драма? Кто писал? Да здесь сосед. Прямо современное искусство. Выбирай. Да-да-да-да. Вы живете здесь? Да. Слушай, а что такое срач у вас там? Где? Ну, вон. Вот. Вот там. Там никто не выбирает. Почему? Не знаю. Здесь уже удовлетворенности этот барак. Ну, здесь люди живут? Да. Это жесть. А вы здесь прямо живете, да? Да. А занимаетесь чем? Работает. Вот тут. А где работаете? Нигде. Работа есть? Да. Есть работа? Нету пока. А сколько в месяц зарабатываете? Ну, сколько, чтобы нормально себя чувствовать? Сколько денег надо в месяц? Ну, что? Три, двадцать. А, двадцать нормально? Подожди. Замри. Ну, замри, подожди. Хорошо стоишь. На память. Ага, всё. Супер. Счастливо. Вот. Покрас Лампас берет миллионы, чтобы расписать какой-нибудь модный шоу-рум, машину или на выставке повесить свои работы. Вот. Современное искусство, оно же здесь с народом в Чите. Конечно жесть, потому что это двухэтажный барак, в нём живут люди. У неё сгорела крыша, когда какие-то квартиры выселены, какие-то сгоревшие, но в нём продолжают жить люди. И вокруг просто какая-то дичайшая, жутчайшая помойка. Ну, вообще же кошмар. Что делаешь? Хм? Ходим, гуляем. Смотрим. Раз карьки. Смой-то есть. Скрись? На. Скрись. Скрись. Чего-то. Сигарет. Принял. Раздаёт? Нет. Понял. Ну вот, сфотографируется. А? Вот смотри, какая страшная. А чё так? Ну вообще, блядь, пиздец, не может, нахуй. Люди, блядь, нахуй, нахуй, сделают нахуй. Вот такую, нахуй. Делайте хоть вы, вывозите нахуй эту хуйню. А не вывозят мусор? Вывозят, ёбаный, ну ты посмотри. А зачем сюда мусор люди вынули? Я была, вроде нормально нахуй городили. А сейчас, смотри, что? Пулю со всех сторон нахуй тянут. И все сюда, да? Да. Воняет же она? Конечно воняет. А ты живешь здесь, да? Конечно вживую сфотографируй. И вот скажи нахуй, что она такая вот. Понял, ладно. Слушай, ну а это подъезжают, блин, когда выбрасывают там, блин. Да ничего вот сделать, вот сюда выбрасывать. Ты посмотри, чем городе. Пускай сфотографируют твои черные. У меня тоже вот жмовой, блядь. Сын твой? Да. Вот это. Конечно фотографируйте, ебаный. Вот это. Вот сейчас вот бараша это оттаивает. А вы не пробовали там писать куда-нибудь? Все в хату идет. Ну фу, нюх, блядь. Для него это. А вы писать не пробовали куда-нибудь? Да пробовали, хули толку нахуй. Может вы, пацаны, нахуй, заячьтесь нахуй. Если вы так ходите нахуй. Писали нахуй, но хули толку нет. Сделайте краску. Я на вас надеюсь. Ну ладно. Пошли, братан. А что откуда? В Москву? В Москву? Так я тогда от вас вообще ни хуя не это какой, не на чаю нахуй, по идее-то. Да? М? Ага. По идее-то не хуя не на чаю. Имею ввиду, ты туда там, это как вы думаете, это как вы бросите. А ты с Москвы, да? Вроде что-то. Есть у тебя 100 рублей, пожалуйста? Хотя бы 50. А? Нету? Братан в магазине нету? Даже 50 рублей, ты че так че еще и кудрявый, ты мой, блядь. Ну ладно, хули. Будем это каково. В общем, к нашему новому знакомому подъехали его друзья. И мы решили не испытывать судьбу. Слушай, ну вообще, конечно, удивительный персонаж. Удивительный он, потому что 70% его речи это какой-то дичайший мат. Рядом ребенок. Как он говорит, это сын его. Какая-то странная история. Как и в любом опасном районе здесь даже много колючей проволоки. Потому что люди защищают свое имущество. Зачем колючей проволоки? Ну что они там пытаются спрятать или охранять? Вот по идее сейчас у них там совещание. И они должны решать, ну поедем им пизды дадим этим московским. Я, кстати, не понял, что в конце, когда я сказал, что я из Москвы, что он там начал что-то предъявлять. Только я не понял его словарный запас. Ну это какое-то было, видимо, местное наличие байкальское. Я тоже не раздобыл. Но у меня послышалось недоумение было. Недоумение. Недоумение у меня нужно из свалка везде. Повсюду помойка. Видите, какие виды у нас открываются тут. Ну вот сюда цивилизация еще не добралась. Ни асфальта, ничего нет. ТГК, суки. Кто такие ТГК? Ребят, напишите в комментах, кто такие или что такое ТГК. Вика тоже сука. Так, блин, что здесь происходит? Конечно, мы должны расследовать это дело. Так, и Алена сука. Так, а Алена щука. Алена щука, ТГК суки. Вика тоже сука. И Полина. Полина непонятно. Полину не успели дописать. Мне кажется, человека подстрелили, когда он писал Полина. Чтобы Полину он не оскорбил. Таня, Даша, Кирилл, вор. Мне кажется, мы сейчас здесь хорошо познакомимся со всем, что здесь происходит. Просто читая на заборе. Мне кажется, туда есть социально хорошее. Да. Тут же это вместо Facebook. Не очень понятно, почему не мусор. Смотри, здесь же по сути вот такая вот деревня какая-то. То есть, частные дома, у всех вот свои какие-то заборы. Почему они не наведут порядок у себя за окном? То есть, это же даже не вопрос к коммунальщикам. Ну понятно, что здесь там что-то не выводят, еще что-то. Но люди же в этом говне живут. То есть, ну, выйди ты сделай субботник. Какой-нибудь убери вот у себя. Вот мэр у тебя такой вот мудак, не убирает ничего. Ну вот это же можно просто взять и самим все убрать, чтобы в этом говне не жить. Вот в этих банках, пакетах. Да, в общем, что-то раздельный сбор мусора здесь, по-моему, не очень практикуется. Тут очень колоритно, но грустно. Грустно, потому что мы не выспались. Если бы мы выспались, я бы не заплетался бы язык и было бы веселее. А что особенно радует то, что хорошие люди, никто не бычет. Все такие очень на позитиве. Слышишь, у людей машина, тюнинг. Вот это вот, вот эта красота. Во всяких таких вот ебеневых районах люди занимаются творчеством. Они пишут на стенах, они знают толк. Я единственное не понимаю, а почему есть столько свалок? Почему здесь столько мусора? И ты чувствуешь запах? Воняет реально как будто ты идешь на свалке. То есть гниющими отходами. Здрасьте. Скажите, пожалуйста, а что если у вас столько мусора? Нет, мы не местные, вы не подумайте. Мы, может, глупые вопросы задаем. Просто мы приехали. Где? А почему так случилось? А кто не убирает? А вы платишь за вывоз, да? А они просто не вывозят. Кошмар, вообще жесть. Воняет же, как люди живут. Вообще кошмар. Воняет. Да. Спасибо. Сейчас пойдем-ка. Это где еще раз? Мы сейчас подснимем это, напишем. Здесь просто валяется мебель. Какие-то матрасы, которые поджигают. Просто стоят среди двора эти помойки. Повсюду мусор и все воняет. Все гниющие отходы лежат. Блин, какая жесть. Вот здесь дети играют. Что снимаете, рассказываете? Мусор. Мусор не убирают. Так грязно. Я не в этом дворе живу. У меня вроде во дворе пока чисто. Нет, все равно вы здесь живете, ходите, с ребенка вольняет. Все равно вы мимо этих помойки ходите. Я не знаю, что там грязно. А с работой как здесь? Бедово все. Есть работа у тебя? У меня есть. А кем работаешь? Я строитель. Строитель. Сколько зарплаты есть, не секрет? По-разному, в зависимости от заказа. Ну в среднем в месяц сколько получается? Ну по 1340 получается. Ну и нормально можно, да? Конечно можно жить. Аккуратно, выпади. Спасибо. А учиться здесь вообще молодежи? Ну какие есть варианты? В смысле где здесь? Здесь на Зенитке? Ну это вот, я так понимаю, часть Читы, да? На Зенитке, да, часть Читы. Ну здесь вот только школа есть, и садик, и все. У тебя есть свой инстаграм? У меня тут заведений такие, чтобы учиться. А почему Зенитка называется? Ну потому что раньше тут в военное время стояли зенитные установки. Ааа. Вот ты понимаешь, чувак говорит, что здесь у него все хорошо, тут и гуляет его ребенок. Вот его дом, вот он там со своим сыном, вот в этом доме он живет. И здесь все в стекле, все в говне. Здесь гуляет его ребенок, играет. И он говорит, да мне пофиг, вообще все нормально. То есть это не у нас насрано, это за углом насрано. О, пойдем спросим у них, что такое АУЕ. Они должны объяснить. Что-нибудь из родителей начнет? Ага. Возмущаться, возникать еще, блин, со своим АУЕ. Просто идет мужичок в очках темных, за ним какие-то малыши и такие псы, обчарки бездомные. Что так с мусором как-то? Воняет все у вас тут? А? Воняет, что так с мусором? Мусора много. Да, вот эти баки-то вывозят, а вот те-то никто не вывозит. А вот там за этим домом, там вообще большая помоется. Да, мы были там. А вот за той двухотажкой там годами не вывозят, там все поросло травами. А почему? Я откуда знаю. Надо в компанию жаловаться. Люди говорят платят, а за вывоз они вывозят? Вывозят баки, вывозят. Вот это только вот эти баки? Через день, да-да-да и все. А все остальное не вывозят? Я дворником здесь работаю. Ага. Вот по дому по этому. Ну здесь у вас чисто по этому, да? Ну более-менее. А там вот... А там, видишь, хулись, значит. Это вот пожар был, натаскали на диван, вот в первой квартире был. Вот где-то было. Ну на той неделе натаскали. Это просто выкинули его и все, да? Ну пожары были, вот выкинули в квартиры. Угу. Вот в четверг, когда пожары были, нет. А вы дворником работаете, да? Да, вот здесь. Какая зарплата у вас? Семь. Семь тысяч в месяц? Да. То есть вы семь тысяч рублей в месяц получаете? Ага. Ага. И как вы живете на семь тысяч? Так у меня пять тысяч? Ага. Ну у меня только вот этот один дом и вот эти баки. Баки вот. Ну по выкину подберу. А сейчас мертвые подбираю. Когда сжигаю, блядь, у никого не было. Жег тут, но жег там. Поджег, блядь. Понятно. Пейся еще девять тысяч рублей. А ну. А кто мне? Вот эту бы кучу, я бы говорил, вот эту кучу бы убрали. Тут стоял каменный туалет хороший, блядь. Угу. Его разобрали. Кирпич разобрали. А плиты-то оставили. Вот сейчас бугор, сейчас туда дегает мусор. Плитик бы убрали, тут бы и симпатичнее было нахуй. Угу. Яма была бы, яму бы свалили нахуй. А яму не делаю здесь. Здесь какая-то очень странная для меня история. То есть все жители, ну они реально живут вокруг свалок. То есть это такие локальные свалки вокруг всех домов. И когда ты к нему подходишь и говоришь, ну а чего у вас здесь так насрано? Они говорят, это не у меня, это соседний дом, это не наш дом. У нас типа вот чисто, а на остальное похуй. И вот это вот, ну такое отношение, то что у тебя в десяти метрах от твоего дома там насрано, да. А людям вообще все равно, они за это не переживают. Они при этом, по-моему, совершенно искренне считают, что их это не касается. На этом можно вообще не париться. Это там вот у соседей, а у них все хорошо. Здесь, кстати, наверное, надо отметить то, что люди, вообще все люди, которых мы встречаем, они нам покажут, ну они наоборот говорят, снимите, покажите, может быть уберут, там привлеките к этому внимание. А когда мы это выложим, всякие пидорасы-говнохранители, которые хотят, чтобы люди вот жили, продолжали жить в говне, они начнут говорить, зачем вы это снимаете, зачем вы это показываете, это не надо показывать, это не надо снимать. Вот из-за того, что это не показывают, не снимают, это вот здесь вся херня и продолжает. Это, конечно, пиздец. Надо с этим что-то делать и, конечно, нужно к этому привлекать внимание. Потому что, ну, не должны люди жить, они живут прямо как на свалке. Просто все завалено гниющими отходами, вообще не понимаю, как можно жить, просто запах ужасный стоит. Мы уже писали в прокуратуру везде, никак ничего не делают. Вот видите, трещина какая. Да. Замазали лепешки и лепешки сделали. А вы откуда? Мы из Москвы. А вы из Москвы? Вот, пошлите яму сейчас. Давайте. Подъезд наш. Мы уже писали везде и ничего не хотят делать. Вот видите, трещину замазали. Это лепешки нам сделали. Они вот маячки называются, они уже тоже. Подъемте в подъезд, что нам сделали. Поднимайтесь, поставите, что сделали. Ага. Ага. Кошмар. Это нам поставили, чтобы у нас не упал потолок. Ну да. Слушайте, а что с мусором у вас происходит? Почему так мусора много? С мусора мы заплатили деньги, нам выкопали яму. Нас не убирали, нас же это как он регион. Заплатили деньги трактористу, а нам он вырыл яму. А вы сами заплатили трактористу, чтобы он вырыл вам яму? Да, потому что регион не убирает помойки. Почему не убирают? Это я не знаю. Деньги платятся, они не хотят. То есть вы платите за вас мусор, они ничего не делают? Да. Понятно. Кошмар. Вот тракторист у нас есть, работает на тракторе. Вот он нам две ямы выкопал. Яму одна полная. Сейчас вот другую вырыл. Вон видите, вот куча. Там яму. Туда сейчас выливаем. Все равно неприятно в соседстве в таком, наверное. Ну. Если на одни помойки кругом, даже на такси вызвать, они говорят, мы по мойкам не поедем. Тоже колеса, говорит, протыкаем. Раньше таксисты не ездили в опасный район, теперь не ездят по помойкам. Я так понимаю, вот это вот, то, что они выкопали яму, они гордятся тем, что это хорошо. Видишь, не то, что в других домах, здесь яму выкопали. Я вообще не понимаю, тут как бы, ну, народов вроде немного, а как они столько муцара, за какое время они будут? Вот здесь вокзал и опять свалки. Просто лежит здесь какая-то вот, не знаю, парк, не парк, это зеленая зона. Все завалено мусором. Ну, вот опять мы пришли в жилой район и повсюду стихийные свалки. Сука! Тут еще дохлые коты среди заплесневелого хлеба. Мне кажется, от тебя отпишутся. Кто от меня отпишется? Мне кажется, если мы еще пошкребем, тут, блядь, трупы найдем. Мне кажется, в туалете там точно труп должен быть. Да, свалки вообще повсюду, то есть они вот от дома отходят, буквально там несколько метров, и все опять мусором завалено. Здесь птицы летают, вот вся дорога какими-то помоями. Чтобы вы понимали, это такие зловонные, гниющие отходы. Там какая-то в центре озера. А, это яма, смотри, видишь, у них такие есть мостики. Вот, и ты по этим мостикам, ты туда проходишь и кидаешь в эту яму, в эту лужу, кидаешь свои отходы. Да, но поскольку здесь все уже затопило и переполнено, народ не парится. Здесь задыхаемся уже от этих помоек. У нас только, видимо, на острове такие помойки. Я вообще говорю, если вот так будут по 250 рублей собирать... А они еще деньги за это собирают? Пока нет, но ведь разговор такой был, что построят, значит, этот комплекс на переработку мусора. Ну извините меня, это уже сколько лет, ну неужели нельзя это сделать? Понятно, как вы живете здесь? Пахнет, видимо. Пахнет, да, пахнет. А летом вообще невозможно пройти. Да, это прямо кругло такая помойка, да? Да, везде, вот куда вы сейчас по острову пройти, везде помойки такие стоят. Кошмар. А летом здесь вообще никто не проходит уже, все в круговую ходим. А, потому что здесь воняет, да? Ну конечно. Но это ни окна не открыть в доме, да? Ничего, ничего. Вот я говорю, хоть, может, вы разместите куда-то это. Попробуем, ладно. Асфальта нет вообще. То есть здесь просто какие-то вот ямы, открытые люки. Я не знаю, какие-то вон там бревнами все дело закрыто. Здесь остатки и табру, каких-то деревьев, ни травы, ничего. Все это в ужасной пылище, отходах. Здесь колонка стоит. И на фоне вы видите опять все это свалки. Вон там вот у домов опять все свалки, свалки, свалки. Меня всегда в таких районах удивлялось. Их как бы живут люди, и они вот, ну есть, в принципе, на неплохих машинах. То есть у него машина, да, вот какой-то Land Cruiser модненький, чистенький, который он просто ставит вот здесь на грязюке около дома. Видно, что он здесь живет. Да, они просто накопали здесь ям в каждом дворе, в которой, по идее, люди должны скидывать отходы. Фу, блядь. Как тебе пишет этот запах? Блевать. Такая жуткая антисанитария. Сколько есть крыс. Крысы всякой этой заразы. Просто вот под окнами домов, это все жилые дома. Видите, там окна стоят такие модненькие, стеклопакеты. Телевизоры, антенны. То есть это все жилые дома, и у них просто вот во дворе откровеннейшая такая вот помойка зловонная. Слушай, а ты понимаешь, что вот это сюда, что это канализация выходит? Это все в говне. В общем, вот эти вот дома, у них нету в этих домах, похоже, канализации. И они просто ведра с говном вот в эту гигантскую яму еще выносят. Слушайте, ну я такого давно не видел. Это прямо похоже на какие-то такие совсем дремучие африканские страны. Важное сообщение. СМИ лгут. И опять этот АУЕ. Дима не хочет мне рассказывать, что такое АУЕ. Хотя он глубоко погрузился в свое время в тему. Нам в свое время... Кристина, так, подожди, важное сообщение. Кристина из 4-го А, дура. Все. Продолжай. В свое время мы для какой-то публикации брали комментарии кого-то из чиновников читы по поводу АУЕ. И вообще вот этой вот всей такой культуры молодежной криминальной. И нам сказали, ну что вы хотите, здесь в радиусе города 7 зон. Конечно, это у нас в крови. АУЕ в крови. Интересный момент. Просто для молодежи как бы вот, особенно там любополучной, но это один из понятных вообще ориентиров, да? Ну, то есть ты там помогаешь, кого-то там сгибаешь, потом тебе помогают, если у тебя случится что-то. И вот в отсутствие какой-то, ну, логической, понятной там системе там в обществе координат, вот эта вот культура становится таким, ну, ориентиром, понимаешь? Который привлекает, естественно, там, ну, много молодежи и подмена. Вонь чувствуется за 50 метров, за 50-100 метров уже воняет. С добрым утром, Лиза, я тебя люблю. Место для нежности есть всегда. На угол не лейте, мне вот это нравится, видишь? Смотри, на угол, на угол не лейте. Такая вот местная коммуникация, слив в бункер. И вон то же самое. Контейнер. Чтобы вы понимали расстояние, да, то есть это мы не то, что мы специально ездим между свалок. Вот то, что только что мы видели, это вон, буквально 50 метров. И вот мы заходим в другой двор, и все то же самое. Люди в комментариях-то пишут, что люди сами свиньи. А куда человеку лить, если ничего не сделано? Здесь же ни в контейнерных площадках, ничего. Вон контейнер, но они поставили, видите-ка. Вот попробуй подойти, не вывозят. А вы платили, да, за вывоз? Конечно, за квартиру, за все платили. Наводнение, вот вода была. Крышу всю размыло, вообще и ходили, и кофлинь, все, и никто ничего делать здесь не будет. Понятно. А как вы живете здесь, воню, ни окно, ни открыть, ничего? Вот так живем, вот так живем. Я-то не здесь живу, но мама здесь живет. Кошмар. А выкинуть митинги, я не знаю. Какие митинги в нашей стране? Михалев раньше орал, что у нас все убирается, а Пастников, когда мы писали, он отписывался, что у нас тоже все убирается. Вообще, вот эти дворы самое friendly место для блогеров, потому что нас все очень рады видеть. Все говорят, снимите, рассказывают, дают комментарии. В общем, мы очень дружелюбно настроены. Здесь реально такое чувство, что это в средневековье. Знаешь, когда вот это рассказывают? Про все вот эти вот города, где на тебя там сверху помои выливали. Вот здесь такое же чувство сейчас. Тебе на голову прилетит что-нибудь. Ну да, кстати, вот это вот ауе вообще повсюду. Деревянные бараки. И на горизонте труба, которая извергает какой-то такой желто-серый, такой дым цвета гноя. Как-то совсем смакует. А что? Ну а какой это цвет? Это реально цвет гноя? Ну, кстати, подъезд с прозрачной дверью, вход на уровне земли, выход на две стороны, все как надо. В лучших урбанистических традициях. Мне нравится то, что на крыше барака вон растет такая трава. Прямо как в Скандинавии. На этом все сравнения с Скандинавией заканчиваются. Я понял их тактику. Они в каждом дворе выкапывают огромную яму и превращают ее в свалку. Потом закапывают. Удобно, можно не делать один полигон, а делать в каждом дворе маленький полигончик. В каждом дворе одно и то же. Реально, это какой-то 19 век. Хотя, наверное, в 19 веке было почище. Не было этого пластика. Опять свалка. Да пиздец. Спасибо, что посмотрели. Я надеюсь, вы не пройдете мимо, не останетесь безразличными и поможете распространить этот ролик. Расшепьте его, пожалуйста, в своих социальных сетях. Поставьте ему лайк. Я хочу, чтобы он вышел в тренды, чтобы как можно больше людей увидели, что происходит в чите. И, возможно, мы сможем как-то повлиять на эту ситуацию. Это был первый ролик. Дальше будет еще много всего интересного из читы из Забайкальского края. Поэтому подписывайтесь, чтобы не пропустить ни один новый ролик. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok